Группа туристов из Минска под руководством Натальи Петрович приглашает вас виртуальное путешествие по горному Алтаю. Вы можете вместе с нами наблюдать за красотами природы меняя обзор при помощи мышки или шлема виртуальная реальность. А теперь посмотрите на группу. В походе принимали участие. Фотограф Тимофей, эколог Никита, реммастер Костя, завхоз Наташа, кассир Люба, руководитель Наталья, медик Вика. Приятного просмотра! Только у нас сейчас есть время. Ага, сгонять. Да, мы можем успевать, конечно. Сгонять побыстрее. По конец измала. Сейчас мы идем вдоль верхнего Шавлинского озера к перевалу Орбита. Место живописное. Тут придется вверх давать газу. Верхнее озеро входит в систему Шавлинских озер. Наверху туда? Да. Сплошная стена озера уходит. Оно расположено на высоте 2000 метров над уровнем моря. Бирюзовым цветом вода в озере обязана ледняку, который их питает. Вот мы и выходим на камни, как ты и хотел. Перемещаемся поближе к перевалу Орбита. Перевал Орбита стал первым в череде наших серьезных перевалов. Тропинки идут, идут. Значит, куда-то приводят, приводят. Куда-нибудь приведут. Мы же обычно ходим по тропе и все. Да, да, да. Вот этим мы отличаемся от животных. Они полезли по городу. Они делают эти тропы. Нас провожали три вершины ледника. Сказка, красавица и мечта. Куда идти, на перевал. Где тут перевал, да? Куриков было море, курики копали. Куриков было. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Далеко ушли ДимаTorzok 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 Подъем на перевал был крутым во всех отношениях. Перед самым седлом мы обнаружили веревку. Спасибо! Так, остались последние метры до перевала один. Вот есть Никита, остальные внизу. Осталось сделать последние метры. Что мы видим? Мы видим тур, мы видим перевал, куда мы вышли. С перевала открывается потрясающий панорамный вид. С одной стороны на ледник в сторону Шавлы и окружающие горы. С другой стороны на гору Машей-Башин высотой более 4000 метров с самой высокой вершиной Северо-Чуйского хребта. Вот и все, мы спустились. Ищем место для обеда. Ищем место для обеда. Река Машей-Можой Река Машей-Можой Вытекает из ледника большой Машей И несет свои воды к реке Чуя, Которая известна своим бурным течением. Около ста лет назад произошел обвал грунта, и в результате образовалось великолепное озеро. Живописное озеро Машей располагалось на высоте около 2000 метров в районе Северо-Чуйского хребта. С его берегов открывался живописный вид на ледник большой Машей и заснеженные вершины хребта. И хоть размеры его были невелики, оно было одним из красивейших озер Алтая. В июле 2012 года в районе Северо-Чуйского хребта установилась дождливая погода. Осадки были настолько сильными и продолжительными, что перевели к размыву естественной дамбы и озеро Машей спустилось через образовавшуюся промоину всего за несколько часов. Так озеро исчезло прямо на глазах. Сегодня на этом месте протекает река Машей. Какао. О, вот здесь получают этот, как он называется, ликер. Бейлис. Айриш Крим смешивается с пепель чистым. Получается на выходе Бейлис. Завод. Завод по производству. Завод. 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 Ликер. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...